Время пандемии Время пандемии Суть в том, что временно нетрудоустроенные люди будут получать пособие и подрабатывать на предприятиях, заниматься общественными работами. Средства на оплату труда компенсируются как раз из выделенных на область денег, что выгодно для работодателя. К тому же из числа зарекомендовавших себя белгородцев предпринимателям можно будет отбирать и постоянных сотрудников. Это тоже поможет работодателям организовать в более массовом количестве сотрудников, которые будут привлечены на производственные площадки и строительные объекты. Благоустройство, озеленение, земельные работы. Ожидается, что 800 жителей области смогут зарабатывать с учетом пособия из всех выплат около 25 тысяч рублей в месяц, пока не удастся трудоустроиться на постоянной основе. Специальная комиссия выявляет нарушителей масочного режима. О том, что в общественном транспорте и магазинах необходимо носить маску, знают все. Об этом сложно забыть, когда напоминания висят, как говорится, на каждом столбе. Однако зачастую постановления губернатора Белгородской области игнорируются. Почему вы на рабочем месте находитесь без средствами, без защиты? Есть собой. С собой, но не на лице, не прикрывая органы дыхания. Отговорка, которую приходится слышать чаще всего. Защитная маска должна находиться на лице, прикрывая органы дыхания, а не на подбородке или в кармане. Посетители заходят в торговый центр и, если охранник не сделал замечания, проходит без маски дальше. Несмотря на то, что допущены отдельные послабления в соблюдении масочного режима, то есть разрешены частично мероприятия, то есть допущены некоторые послабления, тем не менее, не стоит терять бдительность. Мы видим, что ежедневно фиксируется новое заболевание коронавирусом. Поэтому я хотел бы обратиться к жителям города о необходимости применения средств индивидуальной защиты, маски, перчатки при посещении мест с массовым пребыванием людей. В ходе рейда проверили около 50 торговых объектов. Проверку осуществляли представители Управления безопасности и потребительского рынка администрации города, сотрудники полиции и муниципальные стражи. Рейды по контролю и соблюдению противоэпидемиологических мер будут продолжены. Автомобильная авария может произойти где угодно и с кем угодно. Пустяковая «А я успею» может привести к трагическим последствиям, а страдают от этого невинные люди. За 7 месяцев 2020 года в регионе произошло 65 ДТП с участием несовершеннолетних. В одном из них погибла 9-летняя девочка. Она находилась в качестве пассажира на переднем сиденье, а за рулем был нетрезвый родитель. И это не единичный случай. Став участником дорожного движения, стоит помнить о всеобщей безопасности. «Безопасно» — это априори соблюдая правила дорожного движения. Скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и не выезжать на встречную полосу. О правилах ПДД и как безопасно перевозить взрослых и маленьких пассажиров в машине расскажут на специальных тренингах. Белгородская область присоединилась к федеральной образовательной программе для родителей и водителей. Подробности рассказали на пресс-конференции в здании регионального правительства. Новый социальный проект «Компания детской безопасности» повысит интерес прежде всего к использованию детских удерживающих устройств и, конечно же, обратит внимание родителей к проблеме травматизма детей на дорогах. По данным ведомства, в регионе к административной ответственности с начала года привлекли почти 5,5 тысяч водителей, которые нарушили правила перевозки детей. По статистике, в 25 авариях дети были пассажирами в авто. Четыре ребенка погибли, 27 получили ранения. Этот проект, мы, конечно, ждем от него многого. Если сейчас родители у нас станут полноценными участниками данного проекта, мы все-таки надеемся, что у нас этих детей с травмами вообще не будет. В России проект реализуется на базе перинатальных центров и родильных домов с июня 2019 года. Тренинги стартовали в 30 регионах страны. Лекции ведут как ОХ, так и онлайн. Активными слушателями становятся и папы, и мамы. Теперь занятия будут проходить и у нас, в Белгородской области, в больнице Святителя и Асафа. Программа реализуется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 17 августа состоялось открытие школы студенческого актива «Альтернатива», которая организована Объединенным Советом учащихся БГТУ Минишухова и активистами из других университетов региона. В течение 10 дней студенты будут постигать искусство дебатного мастерства, социального проектирования, медиаграмотности, науки и бизнеса. Это хорошая школа, где они получают очень много, помимо знаний, еще и навыков. Они встречаются с замечательными людьми. И школа «Альтернатива» уже себя достаточно хорошо зарекомендовала, потому что через нее прошли достаточно успешные молодые люди. Это хорошая школа, которая позволяет объединить ребят, создать команды. И эти команды готовы горы свернуть. В целях безопасности школа «Актива» пройдет с соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы попасть на «Альтернативу», студенты сдали тест на коронавирус и антитела к нему, а также прошли флюорографию. В этом году в школе «Актива» примет участие 41 студент. В этот раз участников, как обычно, ждет саморазвитие, организация мероприятий, работа в команде и лучшие 10 дней этого лета. «Альтернатива» проходит в излюбленном месте всех шуховцев. На летней базе санатория профилактория «Технолог» в Борисовском районе для многих студентов «Альтернатива» стала местом, куда хочется возвращаться. «Мне очень интересно, очень нравится, люблю активность, люблю развиваться и люблю работать в команде». «Очень весело, очень позитивно будет, очень много ребят, с которыми можно будет пообщаться, познакомиться, хоть и учимся в одном институте, но все равно есть незнакомые лица, ну и отдохнуть». «Я вообще сам из Крыма приехал сюда. Мне сказали, что еду на «Альтернативу» за два дня. И я на самолете прилетел сюда для того, чтобы успеть». «Нас в Крущевке дворе, то мы откуда, откуда задвигаем шторы, копьёк, плюшки стынут. Объясните теперь нам, бахтёры, почему я на ней так стыну?» Школа «Актива» объединяет студентов разных факультетов и институтов на протяжении многих лет. Здесь есть и экономисты, и механики, и айтишники. Один из главных девизов «Альтернативы» – «Открой себя». В Белгородский художественный музей прибыли 50 известных актёров России. Правда, пока не лично, а в составе выставки актёры и роли. Жители и гостей города приглашают оценить творчество художников, которые в своих портретах отобразили известных актёров театра и кино в разных ролях. Представлены здесь портреты – работы выпускников ведущих художественных вузов страны. Все эти работы появились на свет за кулисами театра. Объединить художественное и театральное искусство в единое целое предложил директор и основатель галереи «Золотой плюс» Игорь Кучеренко. В коллекции представлено 50 портретов ведущих артистов России, но мы планируем коллекцию увеличить, и это будет уже более полное, мощное собрание картин, которое войдёт в историю русского искусства. Я в этом не сомневаюсь, и было всегда интересно соединить театральный и художественный мир, потому что в истории русской культуры этот проект один из самых интереснейших сейчас. Я хочу сказать, что программа поставлена для художников очень сложная и интересная. Надо не только показать образ самого актёра и роль, в которой он играет, но это и рассказать об актёре как о человеке, рассказать о его внутреннем мире. Работавшие над коллекцией молодые художники пока никому не известны, но их героев на портрете знает вся страна. Вот актёр Иван Короско в образе древнегреческого философа Сократа. Здесь же Юрий Соломин преобразился в фамусовой знаменитой комедии «Горе от ума». А народная артистка России Мария Аронова на картине в роли императрицы Екатерины II. Многие из представленных здесь актёров не раз бывали в Белгороде. Интересная выставка, интересная, хорошо сделана экспозиция. Здесь расположение, портреты сгруппированы по театрам. Как правило, это классические роли, что ещё раз говорит о том, что классика есть классика, она вечная на все времена. Художники планируют написать около ста портретов. В ближайших планах организатора выставки пополнить коллекцию портретом киноактера Максима Аверина. В роли кого пока остаётся в тайне. Представленная экспозиция призвана показать внутренний мир и талант актёра через образ. Насколько это удалось художникам, можно оценить в музее до 27 сентября. На первый-второй рассчитайся. Утренние зарядки на базе 29-й школы для белгородцев стали уже доброй традицией. В этот раз занятие правил олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, волейболист Дмитрий Ильиных. Теперь переходим на ноги. Начинаем вращение в коленных составах. На школьном стадионе собрались от мала до велика. Детвора вяжет от восторга, взрослые старательно пытаются повторять упражнения. Зарядка на свежем воздухе бодрит, прибавляет сил и энергии на весь день. Супер, всё очень интересно, очень нравится. Конечно, очень хорошо, что делают такие у нас выходные дни, утренние зарядки, пробежки. Какие тебе упражнения сегодня больше понравились? Замечательные эксклюзивные призы для вас. Получил мячик доволен? Отлично. Первый раз приходили? Я уже третий. Почему приходишь? Чтобы держать себя в форме и чтобы встречаться с олимпийскими чемпионами. Настроение отличное, заряд на весь день. Всем рекомендую, присоединяйтесь, друзья. Зарядка прошла очень хорошо, я считаю. Ребята очень слушали, всё выполняли. А почему решил прийти? Потому что спорт и дети – это наше всё. Это будущее, я думаю. Спорт очень дисциплинирует малышей. И поэтому я считаю, что без спорта в настоящее время никуда. После хорошей физической нагрузки ребята с удовольствием пообщались с чемпионом. Сделали фото на память и получили в подарок волейбольные мячи с автографом. Прекрасное настроение именно благодаря зарядке. Не скрою, не хотелось вставать, но такой позитив, такой заряд энергии от людей, от детей, которые участвовали сегодня с нами в этом мероприятии спортивном. И, конечно, большое спасибо нашему гостю Дмитрию Ильиных. От него эта энергия в первую очередь исходила. Он нашёл время в своём плотном спортивном графике. Приехал к нам сюда, в микрорайон Черёмушки. И мы провели замечательное спортивное мероприятие. Надеюсь, что оно всем понравилось. И дальше наши жители будут участвовать в подобных мероприятиях. Занятия проходят каждую субботу в 9 утра и доступны всем желающим. Наши чемпионы с удовольствием приходят пообщаться с белгородцами. Приходите на зарядку и вы! Белгородский салют одержал победу и во втором матче первенства России. Соперником нашей команды в субботу был московский клуб «Строгино». Белгородцы активно начали встречу. И уже на шестой минуте игры Кирилл Бурыкин реализовал пенальти, назначенный за снос Дениса Грибанова. После этого салютовцы продолжали владеть инициативой. А гости первый и, как выяснилось, последний опасный момент в игре создали в концовке первого тайма. Но удар с убойной позиции пришёлся выше ворот. После перерыва ход встречи не претерпел значительных изменений. Салют продолжал атаковать. И сначала Евгений Худабко запнул прострел Дениса Грибанова. А затем Денис Дёгтев установил окончательный итог встречи. 3-0 в пользу салюта. И после этой игры белгородцы вышли в лидеры, опережая по разнице забитых и пропущенных мячей футбольный клуб «Рязань». После матча наставник салюта Олег Сергеев подчеркнул, что команда сделала выводы из предыдущей встречи. На прошлой игре первым 10 минутам мы уделили практически всю неделю, которую мы готовились к этой игре. Поэтому постарались избежать тех 10 минут предыдущей игры. Я считаю, нам это удалось. Ребята поняли, услышали и приняли во внимание все те слова, которые были сказаны. Следующий матч белгородцы проведут в среду 19 августа. В поединке первого круга Кубка России наша команда дома примет металлург из Видного. КОНЕЦ КОНЕЦ